Всем привет! Рад приветствовать вас на канале Миниатюра и Диорама. И сегодня в этом ролике мы с вами поговорим о том, что необходимо каждому моделисту, который уже немного отошел от кистей и решил пойти в сторону развития. То есть мы поговорим с вами о компрессоре и аэрографе. Рассматривать мы будем вот такой комплект. То есть здесь нет у нас не больших каких-то бачков, ресиверов, огромного давления. Это набор начального уровня, но который может заменить даже основной рабочий компрессор, который обладает ресивером. Но посмотрим поближе на все это. В данный набор входит беспроводной компрессор от фирмы NoName. Вот в такой коробочке он поставляется. Сейчас мы это все распакуем. И аэрограф 1116 с соплом 0,2 миллиметра, двойного независимого действия. О нем поговорим мы тоже поподробнее. Для многих, по большому счету, вот такие вот компрессоры в новинку, многие их не видели. Они довольно-таки недавно на рынке, тем более подобного качества. Представляет из себя вот такую небольшую коробочку с воздушным клапаном, куда накручивается аэрограф. Единственный минус, наверное, данный компрессор работает только с китайскими аэрографами и с японскими аэрографами. То есть с немцами он работать не может. Возможно, в будущем, конечно, будет все это доработано и будет работать с любой моделью. По поводу того, какой аэрограф подойдет или не подойдет, если вдруг вы заходите покупать отдельно данный компрессор, то здесь вам нужно посоветоваться с менеджерами из магазина AutoAir, которые предоставили мне этот комплект для обзоров и тестирования. Также в набор входит аэрограф джаз 1116. Не могу сказать, что это плохая модель. Я уже поработал ей. Также в комплекте идет воздушный клапан и переходник на шланг. Они нам не пригодятся, потому что в данный компрессор воздушный клапан уже встроен. И это очень хорошо. После того, как мы накручиваем наш аэрограф на компрессор, больше, в принципе, нам ничего уже не надо, кроме краски. Так как автоматика встроенная в этот мини компрессор, она работает прекрасно, то есть мы нажимаем на триггер, наш компрессор заработал. Отпустили, наш компрессор перестал работать. Это отлично, так как не нужно нажимать лишних кнопок включения, отключения и прочего. На компрессоре есть индикатор заряда батареи, вход Type-C и переключение режимов по мощности. Есть медленный режим, не знаю кому он может быть полезен и быстрый режим. То есть у меня всегда стоит на быстром, очень удобно им работать. А теперь мы поговорим более детально о данном компрессоре. Что можно о нем сказать? То, что он выдает давление достаточное для работы с аэрографами с соплами 0.3, 0.2, 0.18. Отсутствует пульсация. Пульсации я не заметил при работе. И плюс еще, что данный компрессор в случае разрядки батареи, которой хватает на 40 минут, может работать спокойно от сети, как мобильный телефон. В этом нет ничего как бы ужасного. Если у вас разрядился компрессор во время работы, вы просто берете ту же зарядку от телефона и дальше используете его спокойно, без каких-либо проблем. Он успевает подзаряжаться и работает, так как потребляет не так много энергии. Если сравнивать его с моим китайцем, который был у меня до него, то он абсолютно ничем не уступает. И даже гораздо лучше тем, что, во-первых, он практически бесшумный, не имеет проводов. И мне понравился он больше, потому что он при всех своих размерах даже мощнее. Jazz 1116. Обычная рабочая лошадка. Звезд с неба не хватает, но как аэрограф начального уровня, это отличная модель. Имеет регулировку хода иглы. Не знаю, может быть кому-то она пригодится. Мне удобнее работать именно без нее, потому что все равно в Jazz'ах она реализована не совсем хорошо, как, допустим, в тех же Harder'ах. Но это обусловлено по большей мере ценой. Работает аэрограф отлично. Акрил, эмаль и спиртовой акрил дует на ура. То есть проблем с этим вообще никаких нет. Единственное, что мне не понравилось, это, ну, плохая полировка бачка и само строение. То есть очень большой вот этот вот переход. Очень сложно краску вычищать из вот этого вот изгиба. Плюс там еще проточено. Но это все мелочи как бы. При стоимости данного аэрографа менее 1000 рублей на это на все можно спокойно закрыть глаза. Ну что же, посмотрим, как это все у нас выглядит в работе, чтобы не быть голословными. Посмотрим, на что же способен наш аэрограф с компрессором в деле. Какие линии он способен выдавать и насколько хорошо он дует. Для этого я взял лист бумаги, чтобы все вам это показать. То есть подобные линии компрессор способен с аэрографом выдавать. Кстати, прям в момент записи ролика у нас села батарея, поэтому я подключаю провод и мы продолжаем с вами нашу работу. Как видите, можно получать довольно-таки неплохой результат при не такой большой цене на данный комплект. Для пришейдинга на технике отлично подойдет, для работы по фигурам как бы тоже делал тот же нон-метал на металлических предметах очень даже. При максимальном распыле могут быть поддувы, при тонкой линии их практически незаметно. И теперь давайте подведем небольшой итог по данному набору. Что же мы с вами имеем за сумму менее 5000 рублей? Мы имеем отличный малошумный компрессор, который готов поспорить даже с более дорогими аналогами, имеющими ресивер. Понятно, что там просто сама мощность компрессора будет большей. Данный выдает 7-8 литров, а те выдают по 20. Но тем не менее, эта маленькая машинка имеет право на жизнь, так как способна, наверное, 70% моделистов заменить основной компрессор. Аэрограф можно использовать как комплектный 11-16 с соплом 02, так и любые другие джазы с соплом 03. С любым будет работать, в принципе, хорошо. Как вы видели, линии выдает довольно-таки неплохие. Можно делать пришейдинг, можно работать с нанесением грунтов, базовых цветов, камуфляжей и прочего. То есть с этим проблем быть не должно. Автоматика, встроенная в компрессор, отлично выполняет свою функцию. Поэтому данный набор стартер я могу рекомендовать всем новичкам и тем людям, которые уже давно занимаются моделизмом, как дополнительная какая-то вариативная вещь для проведения тех же мастер-классов. Или когда вы выезжаете к друзьям или на какие-нибудь встречи, можете брать данную вещь с собой. Вымещается все в маленькой коробочке, поэтому это очень удобно. Ссылка на комплект и, возможно, вы себе присмотрите что-то еще, будет в описании. Переходите, смотрите. И всем, кому видео оказалось полезным, подписывайтесь на новые видео, так как скоро у нас будет небольшой ликбез по работе с аэрографом. Для новичков, я думаю, это будет очень полезно. Всем пока!